Здравствуйте, я Иван Захаров и в сегодняшнем выпуске я хочу вам рассказать о том, почему вам необходимы накопления и как они вам помогут и уберегут от финансовых проблем в будущем. По статистике 90 процентов наших граждан не имеют никаких накоплений и это очень плохо. Почему? Представьте себе ситуацию, что вы не имеете никаких накоплений и у вас может быть есть кредит, вам надо платить за обучение, надо платить за лечение, вы вдруг теряете в доходе либо теряете доход вообще. Сейчас очень много происходит сокращений в связи с экономической неблагоприятной ситуацией в нашей стране и финансовая нестабильность у людей очень сильно увеличивается. И когда нет накоплений, а вам нужно платить, естественно возникает необходимость брать кредиты, залезать в долги, платить процент, увеличивая еще таким образом свои затраты, что естественно это не хорошо и приводит к большим проблемам. Это можно избежать, если у вас есть накопление. Первое для чего нужно накопление это финансовая защита, это финансовая стабильность вас и вашей семьи и это очень важно. Второе, что дает финансовая защита, вы защищены от различного рода финансов, защищены форс-мажоров, то есть возникла необходимость ну что-то срочно отремонтировать, что-то сломалось, что-то не дай бог у вас там сгорело, нужно что-то купить. Есть такая теория, теория рациональности, которая говорит о том, что до 70 процентов принимаемых нами решений в спокойной, не стрессовой ситуации, они не самые лучшие. Теперь представьте ситуацию, когда вам надо срочно что-то бежать решать. С вероятностью до 100 процентов те решения, которые вы принимаете, они будут не лучшими, а зачастую ошибочными. Что происходит, когда у человека проблемы, ему нужно срочно деньги. Он идет занимает их в долг, он даже не думает, как он их будет отдавать, ну зачастую так бывает. Вы потом можете испортить отношения со своими близкими, которые вам помогут. Допустим, вы взяли в банке кредит и вы также вынуждены его взять, потому что надо решать проблему здесь и сейчас. Вы не думаете о том, как вы его отдавать, потому что проблема действительно срочно надо решать. Вы откладываете проблему на потом, решая потом проблему с банком. Всего этого можно избежать, опять же, когда у вас есть финансовое накопление. Каким образом я рекомендую их создавать? Не важно, сколько вы сейчас зарабатываете, но я уверен в том, что 5-10 процентов вы сможете без проблем отложить на депозит в банк для того, чтобы начать формировать свой резервный фонд. Это возможно всегда. Опять же, не важно, сколько вы зарабатываете. Лучше, если это 20-30 процентов. Откладываем в банк на депозит, можно в рублях, можно 50 на 50 валюта рубли. Какой оптимальный размер финансовых накоплений? Я рекомендую подходить к его построению следующим образом. Вы внимательно посчитаете все свои постоянные обязательные платежи. То есть, аренда, платежи за ЖКХ, учеба, кредиты, если есть. Вот у вас получается какая-то сумма. Допустим, это 30 тысяч рублей в месяц. Таким образом, минимальный размер вот этого резервного фонда должен составлять трехмесячные ваши затраты. То есть, это 90 тысяч рублей. Это минимум. Почему? Потому что ситуация может быть по размеру затрат, форс-мажор может быть большой. То есть, вам двухнедельный или месячный может просто не хватить. Или ситуация вами не может быть урегулирована за месяц. К примеру, вы потеряли работу, быстро вы найти не можете. То есть, три месяца это уже нормальный срок, чтобы найти или поменять работу. Лучше, если этот размер вашего резервного фонда составляет полгода. То есть, ваша сумма уже выросла до 180 тысяч в нашем случае. И вы точно знаете, что что бы ни случилось, даже если вы полностью не будете работать и получать доходы, вы можете жить как жили полгода, спокойно решая свои вопросы. Максимальный размер тоже, естественно, есть. Я рекомендую не превышать годовой уровень этих затрат. Смысла уже больше нет. То есть, за год можно решить, в принципе, все проблемы. Дальнейшее накопление денег на депозите не имеет смысла, поскольку все-таки депозит не компенсирует инфляцию. Поэтому дальнейшие деньги, если у вас копятся, правильно инвестировать уже в какие-то различные роды финансовые инструменты. Но вот оптимальный размер от 3 до 6 месяцев хорошо, если вы создали 12-месячный резерв, который вам поможет спокойно пережить все ваши финансовые невзгоды. Я надеюсь, вы это поняли, приняли, будете следовать указаниям, которые вам однозначно помогут в будущем. До встречи в новых выпусках. Всем удачи. С вами был Иван Захаров.